Достаточно много места можно всем найти, вот там дальше в деревнях все же есть шезлонги. Пляж хороший, чистый, его чистят. А водоросли, конечно, прилетают на пляж, особенно с отливом их много появляется, но их чистят и, собственно, пляж хороший, песчаный. Мы здесь с ребенком и ему нравится, правда? Особо не бы плаваешь, вот такие вот, сейчас небольшие, кстати, можно и поплавать, нам, наверное, этим и заняться. Сейчас сниму вам обзор и пойдем плавать. Это территория отеля, отель очень большой, находится он в районе Нусадуа. Вот это все, вам же отели, полотенца, вот под деревьями можно лечь подальше от всех, бар здесь есть рядом, это все вот территория отеля. Вон там бассейны, вот это бассейн, а там дальше ресторан, детский клуб есть, все скромненько, но, в принципе, неплохо, что он едет. Сейчас покажу бассейн поближе, вот это бассейн один, там вышка есть, можно с вышки понырять, кому нравится, кому хочется. Зелено, как, наверное, и везде в Азии, за что я, собственно, один люблю, есть джим даже, я, если честно, там не была, ну, я думаю, там должно быть неплохо. Можно здесь лечь, при желании. Бассейн очень большой, красивый, всем, в принципе, места хватает, можно найти. Это взрослый бассейн, там мы проходили еще один был взрослый бассейн. Так, я сейчас сниму бассейн, а потом покажу где-то в клуб. Вот это вот взрослый бассейн, он такой трехуровневый получается. Вот там часть даже есть, можно вылазать. Ну, выглядит он, конечно, красивый, он чистый, ухоженный, не сказать, наверное, что нового и нового, при этом выглядит хорошо. Я не буду заходить в самую комнату, вот так выглядит птицкая площадка, как видите, она не пользуется популярностью, вот. Это все, корпуса уже начались из зеля. Душ, вот это, кстати, туалет. Могу даже в интертуалет сделать. Раз сделаю, обзор сделаю, обзор всего. Я надеюсь, там не будет никакого. Вот, янцем всего, здесь нужно переодеться. И вот так вот, детали. С вами выходим. Здесь есть несколько туалетов. Ближе к пляжу есть еще этот, у бассейна. Там тоже есть полотенце, душ. Сейчас мы идем с вами в сторону корпусов ресторана. Ресторан, завтрак, наверное, я уже завтрак сниму. И, наверное, точно в том, что он уже закончился. Завтрак здесь с 7 утра до 11, что, в принципе, удобно, потому что здесь, конечно, время намного. Ну, если смотреть, сравнивать с Украиной, то он на 6 часов вперед. Если с Алма-Той, с Фазоксаной по плюс 2 часа. Но все равно. Разница чувствуется. Тут, кстати, мелкий бассейн тоже с детьми можно. Все вот такие вот цветочки. Все красиво. Территория большая, красивая. Вот теперь с этой стороны он сниму вот это отсюда спуск на пляж. Да, вот так вот. Вот так нужно пройти. Вот бассейн. Вот это вот ресторан внизу. Сейчас я его чуть поднимусь и покажу. Там уже, наверное, ничего особо не увидеть, потому что все, собственно, закончилось. Но сидеть-запракать можно с недавно. Океан вот отсюда видно. И в России очень большой отель. Поэтому, несмотря на то, что людей много, достаточно они рассредоточены. И, собственно, они мешают друг другу ехать. Не чувствуется. Трансфер есть. Можно на трансфере прокатиться. Вот такой вот красивый здесь. А если идти вон туда, сейчас я вам пальцем покажу, вон туда, если идти, то вот там вот корпуса. Я потом попозже пройдусь сюда и покажу корпус. Мы тоже там живем. Вот. И сейчас я покажу вот это, собственно, красивое, такое кораблеподобное здание. Это ресепшн. Ресепшн. Везде ботеречка, везде такие красивые. Красивые, красивые, красивые. И вот здесь ничего клада. Вяжно, хорошо. Такие трансферы есть от входа в сам. Ну, вот сюда перележать. Получается, и тебя потом отвозят. Несколько там с твоими чемоданами на вот этом маленьком электромобиле отвозят в номер. Вот такой вот ресепшн. Диван, я ждала, что так вот все. Компанк. Внизу тоже какая-то пчела. Помню, все сидят, что-то едят. Напомню, и Ная, и Тривая. Если бронировать заранее, то номера, в принципе, подоступной цене нет. И я вам хочу сказать, что... Я не думаю, что цене мы забронили, но мы пришли к выводу, что стоящий отель. Такая инструкция, крыши. Прикольная. Туда я не буду идти, и там просто получается в той стороне парковка. Вот это корпуса. Вот корпус. Вот корпус. Вот это все. Пошли корпуса. Они по удаленности. Ну, разные просто по удаленности. Спускаемся по степенькам. В принципе, мы ходим пешком. Можно воспользоваться трансфером. Вот так вот ходим пешком. Вот эти вот... Такие маленькие под зонтиками тумбочки. Это торговые места. Здесь рано утром, до 11 часов. И после обеда начинают... А я, кстати, не пойду, наверное, туда дальше. Я вам здесь покажу. Вон там, вон там, прям в конце. Это беден... Это свадебная арка. Вот там, вы видите, прям прям... Там молодоженам проводят церемонии. Типа регистрации. Что-то такое. Вот. А вот здесь вот продают всякую чипоку, если честно. Типа какие-то тряпочки, платьишки, шляпки, купальники, детские игрушки и всякие из дерева поделки. Вот такое вот, кстати, у каждого корпуса есть свое название. Вот это называется лакшни. А, наш... А наш я не помню, как называется. В общем, заходишь вот так вот. И корпуса разделены. Ну вот, слева и справа корпуса. Отлично. Здесь никого нет. Я вам здесь и поснимаю. Ну так вот дальше можно проходить. У нас, собственно, точно такой же номер. Я сейчас сниму чей-то и покажу. У нас вот такой вот номер с выходом в бассейну. Вот. Свои со своим бассейном. Вот такие номера на первом этаже. На втором чуть скромнее. Видимо, там просто... Ну, вот такие вот балкончики. Тоже неплохо, я считаю. Лучше у тебя тут будет красиво. И на первом этаже вот такие вот номера с выходом в бассейне. Там дальше то же самое. Здесь все зелено, красиво. Здесь цветочки. Территория красиво, ухоженная, большая. Я повторяюсь, конечно. Но здесь вот такие вот указатели есть. Все из дерева тоже красиво. Вот, лейтинг чей-то. Я могу даже указать, где у нее есть. Потому что я говорю, что его арка для церемонии. Ну, и вот так вот наш руси. Вон там. Он там вот находится. Это оно как-то приблизило. Странно, но ладно. Находится наш номер вот так. Мы, естественно, как вы догадались на первом этаже. Приятненько. Везде все растет. Как всегда в Азии. Везде очень зелено. Везде. Есть лифт. Даже для тех, кто живет повыше. Хотя здесь немного этажей. Есть лифт. Номер. Заходим. Так. У нас номер с выходом в бассейн. Такая кровать. Ну, кровать как бы представляет собой две кровати. Двинутые в одну. Здесь такой шкаф. Тапки. Свалка вещей. Что неудобно, то, что вот такая свалка вещей, наверное, ждет каждого. Потому что нету непредусмотренной почему-то. Я даже не смогу открыть толком. Видите, нету полок. Ни одной полки есть. Только для вешелочек. Трубалка и все. Так. Здесь что? Вот такой вот диванчик. Это другой номер дверь. Диванчик. Здесь стол. Тоже кипиш. Всякое барахло валяется. Чайник. Кофемашина. Для этого всего здесь есть. Это комплимент. Вода. Ну, их больше. Их четыре штучки оставляет. Чай. Чай. Капсулы для парка-машины. Ну, и сахар там разный. Чашечки. Холодильник. Холодильники. Мини-бар. Там была кола. Пепси. Ой, нет. Кола. Спрайт. Потому что это было швепс и швепс. Два швепса. Вот. Они первый раз бесплатные. Потом за наполнение уже оплата. Это душевая и ванная. Ну, душевая, клевая. Как по мне, такой удобный стульчик. У нас детеныш залезает на него, чтобы помыть руки. Ну, все принадлежности есть. Мыло. Всякие там денталки. Жемные щетки. В общем, все есть. Опять-таки вода. Так. Ну, душ я показала. Тут туалет. Куча полотенец для всего. Вот эти полосатенькие. Они для балкона. Балкон сейчас покажу отдельно. Еще есть вот такая вот ванная. С вот таким прикольным зеркалом. Вот. Ванная мне нравится. Прикольная такая. И здесь все для ванны даже есть. Она ароматизированная. Вот. И показываю. Кстати, пока я открываю вторки и дверь на балкон, скажу, что не сказала, что на пляже. Пляж здесь, во-первых, свой. Этот отель удобен тем, что здесь есть свой пляж. И, во-вторых, отлив не так чувствуется, как на соседних. Вот такой балкончик. Такие вот. Два кресла, столик, спуск в усовой бассейн. Вот. Мы здесь проводим вечера. Можно зайти даже к соседям, прижимать. Вот. Так это все выглядит. Соседний корпус. Вот глубина бассейна. Здесь не глубоко. Так. По поводу пляжа сказал. Номер еще раз вот так сниму. И все, буду уже уходить. И еще нужно было сказать о том, что возле каждого взрослого бассейна есть детский бассейн, в котором, в принципе, отлично. Прискаться маленьким детям удобно. Телек, кстати, тоже есть. Ну все. Вот такой вот обзор. Кондиционер. Его рекомендую. Вот. Халаты есть. В общем, все, что надо, все есть.